Здравствуйте! В эфире «Удачный сезон» на канале ТВК. С вами Сергей Глазинов. Прежде чем выращивать то или иное куматное растение, необходимо как можно больше узнать об этом цветке. Но прежде всего, какие ему необходимы требования – влаголюбивое это растение или засухоустойчивое. Также немаловажно, ядовитые это растение или нет. Недопустимо выращивать в домашних условиях, а также в детских учреждениях ядовитые растения, такие как диффенбахи и различные виды молочаев. Ведь млечный сок этих растений, попав в полость рта, может вызвать сильное отравление. Большинство куматых растений могут расти в обычных почвенных смесях. Но есть такие виды, которым необходима специальная почвенная смесь. Например, орхидеи и азалии в обычной земле не растут. Если вы азалию посадите в обычную землю, то она не будет расти, потому что ей необходима смесь, состоящая из полуперепревших хвой с торфом. Различаются растения и по условиям увлажнения. Но хорошо всем известные кактусы, которые растут в пустынях, нуждаются в очень редком поливе. Для того, чтобы кактусы хорошо цвели в весеннее время, с ноября по январь, их вообще не нужно поливать. А вот, к примеру, циперус, наоборот, нужно заливать. И желательно, чтобы в поддоне постоянно стояла вода. Сейчас время отпусков. Если за вашими комнатными растениями некому ухаживать в ваше отсутствие, я расскажу о способе, который позволит сохранить ваши домашние цветы в ваше отсутствие. Берем таз или ведро, наполняем водой, ставим на какое-то возвышенное место. Вокруг расставляем наши комнатные растения. Идеально, если у вас есть шерстяная нитка. Один конец нитки заматываем за такую небольшую палочку. И вставляем в землю возле самого растения. А второй конец нитки опускаем в воду. Постепенно вода из ведра или таза будет приходить в почву. И ваш цветок не пересохнет. До начала осени еще есть время. Поэтому, если вы цветы не пересаживали, можете их пересадить. Также можно еще вносить комплексные минеральные удобрения. Напомню, не чаще одного раза в 20 дней. А для того, чтобы ваши домашние любимцы не болели, почаще опрыскивайте их водой и устраивайте прохладный душ. На сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Теплицы и парники Агродом. Телефон 39 06 05.